Приветствую вас в национальном парке Roslake. Это игра Bigfoot. Очередная серия. Я продолжаю охотиться на снежного человека. Но те, кто не смотрел предыдущие серии, не в курсе. Обязательно посмотрите. В плейлисте по Bigfoot все серии есть. Кроме того, в ссылках в описании каждому ролику я оставляю специальную ссылку на форум, где я публикую расширенную версию истории охотника на снежного человека Робана. Там можно не только посмотреть видеоролики, но и прочитать эту историю, этот мой рассказ. Итак, продолжаю. Сегодня девятый день. Как я охочусь за этим существом в национальном парке Roslake. И я прибыл в дом на болоте. Ночью прибежал с гор. Установил вот здесь капкан. Один. Вот там второй. И сижу, жду появления. Пули слежения у меня закончились, к сожалению. Сигнальные факелы остались. Ракетница, по-моему, только одна. У меня, по-моему, заряжена. Нет, ноль. Ракетница у меня вообще нет. Только сигнальные факелы. И теперь мне остается лишь ждать его прихода и добивать, ребятки. Осталось у него здоровье очень мало. Смотрите на карту. Весь национальный парк полностью исследован, как вы видите. Везде я побывал. Все открыл. Больше мне идти некуда. Сработала камера. Смотрим. Вот. Он подходил к своему логову. Вот это его логово. Слушайте, по-моему, он попался в капкан. Точно капкан разрушен. Точно. Капкан разрушен. Попался в капкан. Так, его логово вот там. Так что сейчас придет сюда, вот с той стороны. Все, метки нету, но видите, полоска появилась. Он попался в капкан. Вот он. Стреляем. Остается только, ребята, его добивать. Вот он бегает. Встал. Выстрел. Вот он где. Остается просто его добивать. Надеюсь, патронов у меня для этого хватит. Следящих пуль нет, поэтому метки не будет. Убежал. Так, у меня же есть дрон. Давайте-ка выпустим дрон. Так, надо держать на готове сигнальный факел. Остается просто его добивать. Все-таки не зря я около логова ему поставил. Капкан, видите, он вернулся к себе в логово и попался в мою ловушку. Так, вон дом. Ну, можно отслеживать. Батарея, правда, садится. Батарей тоже у меня не очень много. Возвращаться к себе в трейлер я не стал, потому что везти оттуда обстрел очень неудобно. Там деревья, густой лес. Неудобно. А здесь вот на болоте далеко все просматривается. И вот как вы видели, я так вот его постреливаю. Так, ну что, будем... Будем просто его ждать и стрелять по нему. У него здоровье чуть-чуть будем. Здоровья у него было мало. Так, время. 15 часов. Темнеть сейчас будет. Девятый день близится к концу. Интересно, если он попадется на камеру трона. Так, первая камера, трейлер. Вторая камера. Вторая камера уже не нужна. Я думаю, что в свое логово уже не вернется, видите? Те логово. Ну, пусть. Так, третья камера это на болоте. Вот здесь два капкана. Я буду надеяться, что в эти капканы попадется. А может, не попадется. Так, четвертая камера. Четвертая камера около трейлера. Тоже трейлер. Все. Так, заряд заканчивается. Ну, сейчас я переночую. И я, наверное, думаю, все-таки в те капканы, которые стоят около дома, вряд ли он попадется. Я, наверное, один капкан возьму и отнесу его куда-нибудь вот сюда, на край болота. Один капкан оставлю у входа, а один отнесу куда-нибудь вот сюда. И все. Буду уже здесь до победного, что называется, сидеть в этом доме. Больше не идти некуда. Буду его здесь караулить и убивать. Я думаю, патронов хватит. Пока его не видно. Так, заряд садится. Пока заберем. Ну что, сижу, жду. Думаю, сейчас он придет. Видите, у него сколько здоровья осталось? Совсем чуть-чуть. Ну, это буквально не знаю, сколько. Не знаю, выстрелов 15. Ну, наверное, может 10. 10 попаданий по нему. У меня патронов хватит. 29 патронов. Вот сигнальных факелов, ну, тоже, я думаю, хватит. Если он еще в капкан попадется, но это будет вообще замечательно. Вот этот вот, хотя бы, не знаю, попался он по центру, который. А вот тот я перестану. Ну что, эту ночь проведу снова здесь, в доме на болоте. Будем надеяться, что придет. Под утро-то, я думаю, точно придет. Вот ночь придет или нет, это вопрос. В общем, сижу, жду его прихода. Начинает уже светать. Время 8 утра. Наступил 10 день. Ну, я скажу, ночь прошла тихо и спокойно. Лишь один раз после полуночи я услышал его рев. Вон в той ступени. Опа, опа, бежит, бежит. Вот он. Вижу, ребята. Бежал. Видели? Я видел. Так. Капкан попался. Попался в капкан. Вот он, ребята, попался в капкан мой. Лежит. Как хорошо в капкан попался. Вот его кровь. И вот его тело. Вы это видите, ребята? Попался в капкан. Вот он. Попался в мой капкан. Ну что? Поймать? Вот он. Видите, нога его в капкане. Лапа. Лапа, смотрите, какая здоровая. Пять пальцев. Вот он, ребята, снежный человек. И он пойман. Обратите внимание, полоса наверху белая. То есть все, здоровья у него нет. Вот он в капкан он попался. Причем упал он снова лицом вниз. Головой вниз. В предыдущий раз, когда я его ловил, тоже так же было. Разработчики это сделали. Чтобы не показать лицо снежного человека. Так. Ну и давайте теперь я... Малитика на камеру за снимем. Вот этот момент. Вот я и вот снежный человек лежит. Пойдите. Вот он, здоровый. Фотографируем. Снежный человек попался на... В капканы ясные. Обратите внимание. Величина. Он раза в три больше меня. Какой я. И какой снежный человек. Видите. Ну, что? Будем его ловить. Вот так вот я поймал снежного человека. Ну что, ребятки. На этом видео заканчиваю. Сейчас я нажимаю поймать. И все. Мое приключение здесь. В национальном парке Рослейк. Завершенное. Вот так вот мне удалось. На десятый день. Выследить. Сильно ранить. И поймать снежного человека. Я на этом буду заканчивать. Здесь есть еще одна локация. Зимняя карта. Лейтон парк, по-моему, она называется. И через некоторое время будут серии, будет видео, где я буду ловить снежного человека вот в этом вот национальном парке. Лейтон, по-моему, парком называется. Так что не пропустите. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание. И ждите новых видеороликов из игры Бифут. А этого Бифута я поймал. Мифическое существо. Бифут было поймано. Но здесь статистика игры. Она неправильная. Почему? Потому что игра находится в бета, так скажем, тестировании. Тут много еще что не работает. Сбрасываются вот эти статистические данные. Напомню, что ловил я его 10 дней. Урона по нему очень много произвел. Выстрелов, ну, несколько сотен. Капканов я ставил. Тоже больше, наверное, десятка. Аптечек использовали. Ну, наверное, около 10 аптечек я примерно использовал. И убиты животных. Тоже несколько медведей и несколько волков. Вот так вот. Все, ребятки. Прощаюсь. И ждите, как я сказал, видеороликов из игры Бигфут. Будет это... Все. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся в следующем национальном парке. В зимнем. Здесь, в игре Бигфут. Не пропустите. Всем пока. Удачи. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова